Президент Российской Генерации Владимир Владимирович Путин Уважаемые дамы и господа, добрый день. Я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручение верительных грамот. В первые полные дня мне нужно было принять участие в публичных мероприятиях, в том числе и прежде всего, конечно, речь идёт о посещении выставки на ВДНХ. Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть, и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живёт, страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет. И как раз прежде всего хотел бы поздравить вас с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации. Времена непростые, но хотел бы тоже вначале обратить внимание на то, что на выставке я не только смотрел на наши достижения, но и принимал участие в награждении лидеров конкурса волонтёров. Завтра мы в России отмечаем День волонтёра. Так вот, в этом конкурсе принимали участие представители из 95 стран мира, в том числе из тех руководства, которых ограничивали так или иначе взаимоотношения с Российской Федерацией. И некоторые из них добились таких серьёзных результатов в ходе этого конкурса. Ну, например, волонтёрская команда из Турецкой Республики выиграла конкурс в своей номинации в поддержке малообеспеченных семей. Такая большая совместная работа по линии народной дипломатии. Но мне очень хотелось, чтобы не только по линии народной, но и по линии официальной дипломатии отношения у нас развивались должным образом. Вы возглавляете посольство весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике. Обостряются региональные конфликты. Причём в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей её трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы. Мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию. Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный меропорядок. Полагаю, что это уже для всех стало абсолютно очевидным. Естественно, такой фундаментальный процесс идёт не без трудностей, однако он носит объективный, и, хочу это подчеркнуть, необратимый характер. Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открытый конструктивному партнёрству со всеми без исключения странами и неприемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений, кому бы то ни было. И, конечно, рассчитываем, что все международные партнёры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учёта интересов. Как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать. И в наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Нам выпало первыми председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации. В целом же намерены всячески содействовать повышению роли объединения в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнёрства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах. Будем серьёзно готовиться к проведению саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года в новом, более широком составе. Кстати, там же, в Казани, летом будут организованы и спортивные игры БРИКС. В следующем году Россия будет выполнять председательские функции и в Содружестве независимых государств. Самых близких для нас естественных партнёров, и мы нацелены всеверно способствовать наращиванию разнопланового взаимодействия между ними. Конечно же, будем также активно развивать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе, углублять сотрудничество в рамках организации договора о коллективной безопасности. Особое внимание уделим мы работе с партнёрами по шанхайской организации сотрудничества, превратившейся после подключения Индии, Пакистана и Ирана в институциональную опору Большой Евразии. Подчеркну, выстраивание сотрудничества по линии Большого евразийского партнёрства, инициативу создания которого мы выдвинули несколько лет назад, это ещё один наш магистральный внешнеполитический проект. И, повторю, Россия готова развивать тесное партнёрское сотрудничество со всеми странами, которые отвечают нам взаимностью. Как постоянный член Совета безопасности Организации Объединённых Наций, будем и далее вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности, по формированию справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений. И, конечно же, намерены энергично расширять контакты с зарубежными партнёрами на гуманитарном, культурном треках. У нас, кстати, совсем скоро, в марте, планируется провести в Сочи Всемирный фестиваль молодёжи, который соберёт молодых людей со всех континентов. Ожидается участие представителей из более чем 180 стран. Кроме того, ведётся активная подготовка к своего рода инновационным, мы так и называем, инновационные игры будущего в Казани, соединяющим классический и киберспорт. Уважаемые дамы и господа, сейчас по традиции несколько слов об отношениях нашей страны с каждым из представляемых вами государств. Россию и Республику Бурунди связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Это наглядно подтвердило наша встреча с президентом Бурундии на саммите России и Африки в июле текущего года, в ходе которой достигнуты важные договорённости о дальнейшем углублении сотрудничества. Упомяну, в частности, о том, что российская сторона оказывает Республике конкретную помощь в развитии национальной системы здравоохранения. Так, в октябре в Буженбуре открыт Центр изучения инфекционных болезней, а в начале следующего года нашим партнёрам будет передана ещё одна мобильная медицинская лаборатория экспресс-диагностики. Российско-бурундийское взаимодействие охватывает и многие другие сферы, включая мирный атом, юстицию, образование, подготовку кадров. Федеративная демократическая республика Эфиопия – наш давний и надёжный партнёр на африканском континенте. В этом году совместно отметили 125-летие установления дипломатических отношений. Весьма благотворный и результативный характер носил состоявшийся в июле официальный визит премьер-министра Ахмеда в Россию. В ходе него заключён целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих договорённостей в области транспорта и логистики, связи и коммуникаций мирного атома. Их реализация, несомненно, будет способствовать диверсификации российско-эфиопского сотрудничества. Россия с самого начала поддержала заявку Эфиопии на присоединение к БРИКС. Будем содействовать эффективному подключению эфиопских партнёров ко всем механизмам взаимодействия в рамках объединения в ходе своего председательства в 2024 году. Союзничество и стратегическое партнёрство с Казахстаном опираются на испытанные временем исторические, культурные, родственные узы, связывающие народы двух стран. В ноябре исполнилось 10 лет подписания основополагающего договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. В полном соответствии с духом и буквой этого договора наши государства расширяют сотрудничество по всем направлениям. Рекордные показатели демонстрируют взаимная торговля. Осуществляются многочисленные проекты в гуманитарной сфере. В конструктивном ключе выстраивается взаимодействие в рамках Еврозес, СНГ и на других международных площадках. Россия будет всячески способствовать выполнению Казахстана функций председателя в следующем году в Организации договоров о коллективной безопасности и в Шанхайской организации сотрудничества. Важный импульс к дальнейшему развитию всех направлений двухсторонних связей придал наш недавний визит в Астану. Вновь увидимся с президентом Касым Жамар Кемельевичем Такаевым в конце месяца в Петербурге на традиционных встречах лидеров Еврозес и СНГ. Приветствую настрой руководства Республики Мали на формирование отношений долговременного стратегического партнёрства с нашей страной. Мы находимся в постоянном контакте с президентом переменного переходного периода Асими Гайтоэ. Провели полезные переговоры на саммите Россия-Африка. Наша страна взаимодействует в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом в интересах укрепления мира и безопасности в Сахаро-Сахельской зоне и Западной Африке в целом. Россия будет и впредь оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений, промышленных товаров. Недавно Республике была безвозмездно направлена крупная партия российского зерна. Продолжим сотрудничество в гуманитарной сфере, расширим, в частности, число мест для граждан Мали, желающих обучаться в российских высших учебных заведениях. Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах. Как известно, двусторонние отношения России и Республики Кореи переживают, к сожалению, не лучшие времена. Ещё несколько лет назад эти отношения развивались самым конструктивным образом и носили обоюдо выгодный характер, особенно в экономической сфере. Мы вместе работали и над политико-дипломатическим, урегулированным ситуацией на Корейском полуострове. От официального Сеула зависит, удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество на траекторию столь выгодного для наших стран и народов партнёрства. Хочу подчеркнуть, уважаемый господин посол, мы к этому готовы. Связи России с Республикой Гамбия носят стабильный и конструктивный характер. Имеются все возможности, чтобы придать им дополнительную динамику. Российская сторона готова предложить конкретные проекты сотрудничества в экономической, гуманитарной и в других областях. Помимо этого, будем и далее расширять практику подготовки в российских вузах специалистов для Гамбии. С Федеративной Республикой Германия нас на протяжении более полувека нам удавалось развивать прагматичное деловое сотрудничество. Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему европейскому континенту. Причём привлекательной сферой двухстороннего взаимодействия всегда была энергетика. Наша страна десятилетиями надёжно, без сбоев снабжала Федеративную Республику Германии по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьём. Это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано, в том числе диверсии на северных потоках. Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией, причём не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, невыгодно, но оно невыгодно ни нам, ни вам, но прежде всего, на мой взгляд, Германии. Это проявляется и в том, что помимо политических и экономических связей приостановлены столь успешно развивающиеся ранее контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях связи по линии гражданских обществ. Россия, подчеркну, всегда выступала и выступает сегодня за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения, интересов друг к другу. Повторю, такие отношения важны не только для двух стран, но и для всей Европы. С Республикой Сингапур все последние десятилетия поддерживались продуктивные связи. С особым акцентом на их экономическую составляющую успешно развивались контакты по линии деловых кругов. При участии Сингапура было налажено полезное сотрудничество по вопросам региональной стабильности и безопасности в рамках диалогового механизма, созданного между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Приходится, с сожалению, констатировать, что в отношениях с нашим соседом по Балтике, Королевством Швеции, полностью отсутствуют политические контакты, свёрнуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи. Разумеется, каждое государство само определяет оптимальные пути обеспечения своей безопасности. Но отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении 200 лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика, и это всем очевидно, приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы и безопасности и стабильности в североевропейском регионе. Нынешняя же ситуация в двусторонних делах, понятно, не отвечает истинным интересам ни наших стран, ни региона, ни Европы в целом. За три десятилетия дипломатических отношений России и Словении прошли большой путь. Было налажено плотное торгово-экономическое сотрудничество и разветвлённое культурно-гуманитарное взаимодействие. Уровень взаимных симпатий народа в двух стран символизировал ежегодно отмечавшийся день российско-словенской дружбы. Сейчас двусторонний диалог приостановлен. Мы сожалеем об этом. Но готовы при наличии аналогичного подхода славянской стороны вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству и даже нарастить его. Наши отношения с Люксембургом имеют давнюю историю. Россия, можно сказать, стояла у истоков государственности Люксембурга в XIX веке. И в целом российско-люксембургское взаимодействие до последнего времени развивалось в конструктивном ключе в политической, экономической и гуманитарной областях. И мы выступаем за то, чтобы наше сотрудничество вернулось в традиционное позитивное русло. В нынешнем году Россия и Пакистан отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Эти отношения носят по-настоящему дружественный характер, что подтвердила наша встреча в октябре в Пекине с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана. Динамично развивается взаимная торговля, поддерживается взаимовыгодное сотрудничество по целому ряду отраслей экономики, включая энергетику и сельское хозяйство. Партнёрское взаимодействие двух наших стран осуществляется по линии Шанхайской организации сотрудничества, а также в рамках механизмов содействия афганскому урегулированию, таких как московский формат консультации и региональная четвёрка. Прочные дружественные отношения связывают Россию с Алжирской народно-демократической республикой. Состоявшийся в июне этого года государственный визит в Россию президента Абдельмаджида Табуна вывел плодотворное сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень. Была принята декларация об углублённом стратегическом партнёрстве. Хорошими темпами продвигается российско-алжирская торгово-экономическая кооперация. Товарооборот уже превысил 2 миллиарда долларов, последовательно расширяются гуманитарные связи. Мы ценим сбалансированный внешнеполитический курс алжирского руководства. В 2024-2025 годах Алжир получит место непостоянного члена Совета безопасности ООН. И мы, конечно же, активизируем координацию с алжирскими партнёрами по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. В конструктивном ключе развиваются отношения с государством Кувейт. Придаём приоритетные значения наращиванию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, заинтересованы в укреплении внешнеполитического взаимодействия, в основе которого традиционная близость позиций по широкому спектру вопросов региональной и международной повестки дня. С учётом членства Кувейта в ОПЕК координировали и будем координировать позиции по вопросам энергетической политики. В России помнят, что Австралия была союзником в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны. И впоследствии наши отношения носили дружественный и взаимовыгодный характер. Сейчас же обо всём этом можно только вспоминать. Двусторонние контакты свёрнуты буквально во всех сферах. И у нас не может не вызывать обеспокоенности активное участие Канберы в создаваемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах, что отнюдь не способствует укреплению атмосферы доверия и сотрудничества в этой части мира. Отношения с Исламской республикой Маврики выстраиваются на основе равноправия и взаимной выгоды, с учётом сложившихся традиций дружбы и взаимопонимания. Считаем, что имеются все возможности как для наращивания двухсторонних экономических связей, прежде всего в сфере морского раболовства, так и для укрепления координации в арабских и африканских региональных делах. Партнёрство России с Турецкой республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах, причём обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнёрства и взаимной выгоды. Все ключевые двусторонние вопросы находятся на повестке наших с президентом Эрдоганом регулярных контактов. Особо отмечу, что подлинно стратегический характер носит российско-турецкое взаимодействие в энергетике. «Росатом» продолжает возводить первую в Турции атомную электростанцию «Акую». Налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Ведётся работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба. И у нас ещё много-много других интересных проектов совместных начинаний, в том числе и в сфере торговли, и в сфере высоких технологий. Говоря об отношениях с Великобританией, хотелось бы упомянуть, что на днях отмечалось 80-летие знаменитой Тегеранской конференции трёхсоюзных держав, заложившей основы современной системы международных отношений. В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности, как постоянных членов Совбеза ООН. Но нынешнее состояние в диалоге с Лондоном общеизвестно, и будем надеяться, что ситуация всё-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему. Активно развивается многоплановое сотрудничество с дружественным Туркменистаном. Политические и экономические связи гармонично дополняются широким спектром контактов по линии парламентов, регионов и общественности. В гуманитарной сфере упомяну создание Российско-Туркменского университета и строительство в Ашхабаде нового здания Государственного русского драматического театра и дополнительного корпуса совместной общеобразовательной школы имени Пушкина. Россия с большим уважением относится к политике постоянного нейтралитета Туркменистана, и мы готовы к продолжению плодотворного взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в СНГ, в рамках Каспийской пятёрки и формата Центральная Азия плюс Россия. Что касается отношений между Россией и Грецией, то на протяжении более двух веков мы выстраивали сотрудничество в конструктивном и дружеском ключе. Это помогало нам сообща добиваться хороших результатов в экономическом, гуманитарном взаимодействии. Поэтому, конечно, нельзя не переживать за нынешнюю ситуацию в двухсторонних делах. Остаётся надеяться, что традиционные узы духовной близости, взаимной симпатии и уважения российского и греческого народов помогут со временем возродить и обоюдовыгодные партнёрства между нашими странами и государствами, и нормальные деловые отношения. В последние годы поступательную динамику приобрели наши отношения с Доминиканской республикой. Во многом это стало результатом заметно возросшего туристического потока россиян, которых привлекает красота природы вашей страны и широкие возможности для отдыха. И мы, естественно, заинтересованы в развитии сотрудничества и в таких сферах, как политика, экономика, культура. Учитывая интерес доминиканцев к получению высшего образования в России, увеличиваем квоту стипендий для ваших граждан. Уважаемые дамы и господа, в заключение я хотел бы подчеркнуть, что Россия придаёт важное значение отношениям с каждым из государств, которые вы представляете. В ходе своей дипломатической деятельности вы можете, безусловно, рассчитывать на поддержку с нашей стороны, со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов парламента, конечно. Искренне надеюсь, что от работы в России вы будете получать и личное удовлетворение. Вы сможете в буквальном смысле почувствовать, чем живёт наша страна, чем живёт наша многоконфессиональная держава с такой богатой, разнообразной культурой, ощутить пульс России, приобщиться к её богатой культуре. Уважаемые дамы и господа, желаю вам успехов, доброго здоровья, всего наилучшего. Думаю, вряд ли мы в таком составе соберёмся до Нового года. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Всех, кто отмечает Рождество в конце декабря, поздравляю с приближающимся Рождеством. Вам всё самого доброго. К сожалению, по санитарным соображениям мы не можем так вот поговорить подробнее, пообщаться. Надеюсь, настанут лучшие времена не только в политике, но и в сфере здравоохранения. Мы сможем это сделать. Во всяком случае, в рабочем порядке всегда и я, и министр иностранных дел, и мой помощник по международным делам. Мы всегда в вашем распоряжении. Ещё раз всего вам самого доброго, желаемого успехов. С Новым годом, с наступающим.